Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Продолжаем установку плагина для сбора пожертвований Лейка. Закончили мы на вводе банковских реквизитов, после которого следует знакомство с договором оферты. Договор является обязательным при проведении сделок, а перевод пожертвования – это тоже своего рода сделка. И когда жертвователь ставит галочку, что он принимает договор оферты, это равнозначно тому, что он его подписал. Здесь есть переменные, заключенные в знак решетки, типа вот этой – LegalName. Система берет значения из заполненных полей, но вы можете и сами прописать здесь данные. Что именно писать, я думаю, понятно. Далее договор об использовании персональных данных также обязательный, и также, как договор оферты, вы можете его подредактировать, но вообще они типовые и лучше ничего не трогать. Все. Нам говорят, что мы проделали хорошую работу, и на следующем шаге просят разрешить отправлять диагностические данные. То есть данные об ошибках и сбоях, ну и я, конечно, рекомендую их отправлять, дабы теплица могла совершенствовать работу плагина. Естественно, никакие секретные и личные данные отправляться не будут. И настройка компании. Компаний может быть несколько, потом я покажу, как добавлять новое, а здесь вы указываете название, и так как оно появляется и в форме на сайте, и в назначении платежа в квитанциях, нужно писать какое-то корректное название. Если собираете на что-то конкретное, это, конечно, нужно здесь указать. Но я оставлю уставную деятельность и добавлю краткое описание. Кстати, если я собираю как физическое лицо, уставная деятельность – это, конечно, плохо. Вот это уже повод для налоговой задуматься, да, и для жертвователей. Целевая сумма, если есть. Вообще наличие целевой суммы – это, конечно, хорошо. Это добавляет доверие к сбору у жертвователей, то есть вы собираете не просто так, а на какое-то конкретное дело. Знаете, сколько вам нужно собрать и то, что собранной суммы хватит, чтобы решить проблему. А главное, когда сбор будет закрыт, система автоматически разошлет всем принявшим участие в сборе письмо с благодарностью, информацией о том, что сумму собрали, что, безусловно, вдохновляет. Но если вы собираете на уставную деятельность, понятно, что сбор никогда не может быть закрыт. Только если организация сама уничтожится. Поэтому писать в данном случае целевую сумму, потом ее обнулять и открывать новый сбор – это, конечно, плохо. Доверие к вам будет падать стремительно. В таком случае можно объявлять какие-то конкретные компании, например, на закупку компьютеров для организации. И там можно целевую сумму указывать. Далее идет оформление компаний. Тут, собственно, только фотография. Любое изображение, отражающее суть сбора. И благодарность донору. Он подтягивает данные владельца сайта, поэтому, вероятно, их придется изменить. Как, впрочем, и email отправителя. С отправкой автоматических писем есть определенные сложности, но их мы будем рассматривать позже. Также можно изменить текст благодарности. Если вы не понимаете, какие переменные про что, лучше переменные не трогать. Все, компания настроена. Тут есть шорткод для вставки виджета в любое место на сайте. И если вы уже знаете, куда его вставить, можно его сразу скопировать в буфер. Но можно это сделать и потом. Про шорткоды и вставку виджета я буду рассказывать позже. Собственно, вот так выглядит страница компании. У нее есть постоянный URL, и вы можете вставлять ссылку на эту страницу куда угодно. Но куда угодно лучше все-таки вставлять виджет. Хотя тут тоже по ситуации, если где-то в дизайн сайта лучше вписывается кнопка помочь, то можно на нее повесить этот URL. Как, например, здесь, на сайте фонда живи сейчас. Хотя нет, здесь они тоже вставляли виджетом. Сделано, кстати, красиво. Но в принципе, если под рукой нет разработчика, можно заводить кнопки и на страницу сбора. Выглядит она вот так, в зависимости от дизайна сайта. Ну то есть сам виджет выглядит так, независимо от дизайна. Это окружение виджета определяется дизайном. Да и сам виджет выглядит так, пока вы не вторглись в настройки CSS. В двух словах об этом я расскажу позже. А пока попробуем перевести какую-нибудь сумму с помощью свежеустановленного плагина. Напомним, мы пока вообще ничего не настраивали. Никаких платежных систем, вообще ничего. У вас есть только банковская квитанция. А что это? Сейчас проверим. Например, мы хотим перевести 100 рублей, оставляем имейл и имя, принимаем договор оферты и соглашение об использовании персональных данных. Нажимаем пожертвовать и получаем вот такую квитанцию, которую уже можно распечатать и отправляться с ней в банк. Что, согласитесь, крайне неудобно. Да и по статистике около 90 процентов пожертвований идет с банковских карт. Поэтому в следующем видео мы подключим к нашей лейке какую-нибудь платежную систему. Если кто не знает, их существует огромное количество и выбор лучший определяется либо процентами, которые платежные системы оставляют себе с каждого перевода, либо тем, к какой платежной системе вы уже подключены. Хотя, в принципе, платежную систему можно и поменять, но об этом завтра.